Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, товарищи. Главная сегодняшняя тема – это общество будущего, как мы его видим сегодня. Я постараюсь говорить именно об этом, о дальнем перспективном состоянии человечества, о том, что является стратегической целью деятельности левых, деятельности социальных активистов, деятельности всех тех, кто считает, что движение по ту сторону царства необходимости, по ту сторону капитала, возможно, необходимо прогрессивно. И для такого разговора я выбрал несколько ключевых вопросов. Естественно, я не смогу осветить все, что хотелось бы сказать о коммунизме. Я не смогу дать вам законченную картину этого общества. В данном случае попытка ее нарисовать была бы прожектерством и утопическим фантазированием. А наша задача – исследование. Поэтому, собственно, мы и начнем наш разговор с того, что характеризуем предпосылки. Я просто еще раз напомню об исследовании, методологии исследования общества будущего. Затем мы поговорим о технологиях, на которых будет базироваться это общество, исходя из сегодняшних трендов, возможном устройстве экономики, или того, что было бы правильнее, верно назвать, постэкономикой, скачком по ту сторону, собственно, материального производства, о снятии политического отчуждения и механизмах принятия общественных решений, о социальных отношениях, к культуре, ну, только в качестве анонса. И сделаем некоторые выводы. По скриптум будет посвящен традиционному вопросу, который мне не устают задавать все и вся, несмотря на мои бесконечные попытки на него ответить. Где взять таких людей, которые захотят и смогут жить при коммунизме? Что дает нам основание для того, чтобы предложить, пусть не детальную, но системную характеристику царства свободы? Ответ на него был дан в самом начале нашего курса лекции. Я лишь напомню его. Мы опираемся на, прежде всего, объективные тенденции в развитии технологий, в развитии социально-экономических отношений, в политических процессах, на развитие культуры человечества. И эти объективные тренды, с учетом зигзагов, которые мы спрямляем, спрямляем хотя бы в нашей теоретической модели, дают нам возможность говорить об обществе будущего. Дают возможность об этом говорить уроки тех реальных шагов в направлении коммунизма, которые были сделаны в 20 веке, а, пожалуй, что и с времен Парижской коммуны и ранее. Тех шагов, которые продолжают осуществляться сейчас, в 21 веке. Опыт, критический, проанализированный опыт реального социализма. Еще одно важнейшее основание. Ну и, наконец, третий важнейший фундамент этой теории – это понимание всего прогресса человеческой культуры, прогресса человеческих качеств, как того основания, на котором вырастает коммунизм. Еще одна предпосылка, металлогическая предпосылка. Для нас будущее – это не просто снятие капиталистических производственных отношений или в целом капиталистической общественно-экономической формации. Очень часто на коммунизм смотрят предельно упрощенно, с небольшим историческим горизонтом, видят основную задачу в духе работ даже не Маркса, а, пожалуй, предшественников Маркса 19 века – «экспроприировать экспроприаторов». Фраза из Маркса, но основания для этого появились гораздо ланше. Перераспределить прибавочную стоимость, то, что сегодня называют прибылью, в пользу трудящихся. Вот, собственно, и все, что касается базовых характеристик этого скачка. До следующего шага отмирание государства доходит уже далеко не все из тех, кто увеличает себя левыми. И дальше этого круга задач люди не идут. Между тем люди, ну не все люди, а те, кто интересуется этим будущим, ищут это будущее, строят это будущее. Но на самом деле проблема гораздо глубже и масштабнее. И в работах Маркса, в работах Энгельса, в работах их последователей, и в работах великих гуманистов 20 века, ну, сошлюсь хотя бы на Эриха Фрома, хотя он далеко не единственный, ставится гораздо более масштабная проблема. Проблема отрицания всех форм социального отчуждения. Причем отрицания не зряшного, а диалектического, сохраняющего то развитие производительных сил, то развитие экономических, социальных достижений, которые несет в себе прошлое, все прошлое человечеству. И, безусловно, сохранение и приумножение культуры. Скачок из царства необходимости в царство свободы, скачок по ту сторону мира социального отчуждения, переход от предыстории к истории. Это все терминология классиков марксизма, советского марксизма 60-х годов прошлого века. Это цитаты из работ Бертола Оллмана, американского марксиста, умницы, автора книг о проблемах отчуждения, о диалектике, к счастью, он до сих пор жив и работает. Это Иштон Мессер, венгер-англичанин, он венгер, живший очень долго в Англии. Адам Шаф, великолепный польский марксист, еще той поры, когда Польша была частью мировой социалистической системы. Многие мыслители нашей страны, Вадим Межуев, пожалуй, прежде всего, Нальд Степан Жзлобин, Эвальт Ильенков, я о них говорил вам, уважаемые коллеги. Вот все они показывают будущее, как отрицание всех форм социального отчуждения. И подчинение человекообщественному разделению труда, подчинение человек индустрии, и системы рыночного фетишизма, товарного фетишизма, подчинение человека отношениям товарного производства, деньгам, снятие отношений к капиталистической, но не только капиталистической эксплуатации, снятие отношений порождаемых политической системой, где господствует бюрократия, и где господствующий класс получает всю полноту политической власти, ну или почти всю полноту, если сильна оппозиция. Снятие идеологического отчуждения, когда мы являемся рабами манипулирования политологов, идеологов, пиарщиков, медийного манипулирования, снятие религии и так далее и тому подобное. На базе этого преодоления самоотчуждения и отчуждения человека от общества. Вот такова абстрактная методологическая постановка проблем. А сейчас давайте поищем конкретные решения, и еще раз хочу подчеркнуть, что в ряде случаев это будут вопросы, это будут проблемы, которые надо решать, исследовать, и не всегда это решение будет простым и однозначным. Начнем с технологий будущего. Здесь очень многое было уже сказано, но хотел бы, суммируя эти завершающие лекции, сделать несколько принципиально важных акцентов. Первый из них – это понимание будущего как пространство развития человека, лежащее по ту сторону собственно материального производства. Таково фундаментальное положение, вывод, который делает Маркс в Капитале, в третьем томе Капитала, которое делается в других работах этого великого мыслителя и которое было развито, как я уже сказал, марксистами 20-го века, начала 21-го века. О чем идет речь? О том, что исчезнет необходимость создавать материальные блага? Нет. Речь идет о том, что эти материальные блага, репродуцируемые материальные блага, воспроизводимые в том же виде материальные блага, могут создаваться и будут создаваться автоматической системой машин. Человек занимает место контролера и регулировщика. Последние два определения – это цитата из Маркса, цитата, которая прозву… то есть, не цитата, тезис, который был сформулирован этим ученым в 19 веке, полтора столетия назад, в эпоху пара. Уже тогда было сказано, что будущее, которое позволит освободить труд, это автоматическая система машины, человек как контролера и регулировщика. В советской фантастике, на секунду отвлекаясь, была предложена очень интересная модель, когда создается машина, копирующая любые неживые предметы. И на этой базе решается проблема утилитарного материального производства и значительной части услуг. На долю человека остается генерирование новых культурных феноменов, которые затем воплощаются в какие-то материальные продукты при помощи автоматической системы машин. Репродуцирование без проблем. Сегодня нанотехнологии при самых разных их трактовках абстрактно направлены на создание такой же модели. Наноробот копирует все на уровне наноэлементов, то есть предельно малых и предельно простых элементов, из которых конструируется подобие любой существующей сегодня вещи, любого существующего феномена. Из любого мусора, из чего угодно, из любой пыли создается необходимый объект. Это универсальные производительные силы коммунизма. То, что можно уже сегодня видеть как основу будущего. Кстати, и проблема транспорта решалась в советской фантастике таким же образом при помощи нультранспортировки. Почитайте романы Стругацких, и там это считается аксиом. Универсальные производительные силы, которые без человека решают все репродуктивные задачи. Такова абстрактная постановка вопроса. Сегодня к этому добавляется технология 3D-принтирования, когда вы можете индивидуально, в идеале не выходя из дома, создать любой материальный продукт, исходя из ваших креативных способностей. Сконструировать уникальную индивидуальную одежду, мебель, если она вообще нужна как таковая мебель, какое-то транспортное средство, да и сам дом. Можно сконструировать все, что угодно. В принципе, проблема решаема. Автоматизированное производство, робототехнические комплексы, это то, что становится реальностью уже сегодня. Более того, как мы с вами уже отметили, в середине 20 века, ну, скорее, 60-70-е годы 20 века, первые довольно примитивные робототехнические комплексы уже создавали продукцию, в том числе сложную продукцию, подшипники, и это было практикой в Советском Союзе, технологически развитой, но, может быть, все-таки не самой развитой страной мира. Аналогичные процессы существовали и в других странах мира. Тогда уровень автоматизации оказался достаточным для того, чтобы космические аппараты смогли достигнуть ближайших планет Солнечной системы, а по Луне бодро бегал луноход. Ну и, говорят, американские космонавты тоже достигли спутника Земли, где смогли ни раз, ни два провести целую серию экспериментов. Автоматизированная система машин возможна. Это первый тезис. Второй тезис. В этих условиях перед человеком открывается бесконечное пространство и время для творческой деятельности. Подчеркиваю, бесконечное пространство и время для творческой деятельности. Бесконечный ужас тех, кто не видит возможностей качественного изменения этого мира перед будущей автоматизированной экономикой для коммуниста не существует. Но для человека, или идеолога, или даже ученого, который не видит в будущем ничего, кроме повторения репродукции существующей сегодня рыночно-капиталистической системы, да еще с всевластием корпорации и бюрократического государства, для такого мыслителя, в кавычках, наверное, все-таки, действительно возникает ужасная картина. Людям нечем заниматься. Возникает дилемма 20-80. 20% делают что-то полезное, креативное, 80% на обочине истории. Единственный их удел – это роль слуг, прислужников или люмпенов, которые оказываются на помойке человеческого бытия. Это классическая картина антиутопии, и, к сожалению, для нее есть основания. Если мы останемся в том тупике, в котором пребывает сегодня человечество, эта антиутопия может превратиться в реальность. Но существует выход. Этот выход мы уже не раз обозначали. Свободная творческая деятельность всех членов общества, которые с младенчества, с детского садика, школы, университета или их аналогов в будущем, формируют в себе креативный потенциал и становятся опять учителями, врачами, теми, кто обеспечивает здоровый образ жизни, учеными, конструкторами, художниками. На этапе начального развития коммунизма, я думаю, в первые столетия, это огромная работа по очистке от социальной и природной грязи за тысячелетия господства царства необходимости. Рабовладение, азиатской деспотии, феодализма, капитала, рынка, человечество создало огромное количество социальных проблем. Людей, которые оказались в социальном гетто, людей, которые не способны к коммунистическому бытию. Вот самоорганизация этих людей, их возвышение до включения в коммунистическое сотворчество, огромное поле работы. Решение экологических проблем, очистка земли, грязи, которую создал предшествующий мир, сегодняшний наш мир, создает до сих пор. Еще одна грандиозная креативная задача. Ну и поскольку я вырос все-таки в Советском Союзе и формировался в 60-е и 70-е годы, освоение космоса для меня остается красивой, сверхзадачей, мечтой, поиском. Не знаю, наверное, слишком на меня повлиял Иван Ефремов. Но для меня это тоже задача. Все это поле творческой деятельности. Соответственно, для того, чтобы это стало реальностью, необходимо качественное изменение структуры материального производства. Существующая модель материального производства уже зашла в тупик, и этот тупик показывает направление выхода из него. Направление, которое говорит, что задачей становится удовлетворение потребностей утилитарных, прагматичных потребностей творческого человека, а не наращивание вечного потребления. Вечного, в данном случае, я говорю, в широком смысле слова, это может быть пиджак, галстук, или, я не знаю, стул, стол. А вот с машиной уже не так просто. То есть задача не увеличить количество предметов потребления или услуг, а задача создать материальные предпосылки для свободной творческой деятельности. Вот эта переформулировка стратегической цели развития объективна, потому что мы говорим о том, что технологии движутся в направлении доминирования творческого труда, и только на этой базе можно разрешить противоречия, которые рождают сегодняшние глобальные проблемы. Если мы исходим из того, что человек занимается творческой деятельностью, раз, если мы исходим из того, что творческая деятельность является самомотивацией, два, интересно работать, труд стал потребностью. Если мы исходим из того, что свободное время – это время личностного развития, а не шопинга и престижного потребления, если мы исходим из этого, то переформулируется задача повышения благосостояния. Она из задачи повышения благосостояния, материального и любого другого, превращается в задачу создания предпосылок для творческой деятельности в свободное время. Эта переформулировка существенно переворачивает все представления о потребностях человека. Потребность в собственном доме сменяется потребностью в комфортном пространстве, где человек может отдыхать, общаться с близкими и заниматься интересной деятельностью. Вот посмотрите на фильм «Туманность Андромеды». Это опять-таки экранизация Ефремова. Пространство, которое человек легко меняет, имея минимум вещей, потому что они синтезируются в любой момент. Пространство открытое. Интересно, уже тогда, полвека назад, создана видеокартина, где открытое пространство, море, небо. Человек практически вот в этой красоте пребывает. То, что это дом, да, там появляются какие-то маленькие детали, которые дороги личности, это часть личностного мира, но не более того. И дальше перемещение. Он обращается в диспетчерскую, говорит, я теперь перестану быть руководителем всей энергетики планеты, я буду работать археологом. Это тоже очень интересная перестановка. Любимая женщина, занята археологическими раскопками. Это интереснейшая тема. Я оставляю деятельность на посту руководителя энергетического потенциала планеты. И знаете, какая аргументация? Я на секунду отвлекусь. Вы знаете, говорит этот главный герой Дарветер, я стал чувствовать, что я лучше всех в моем коллективе, знаю, что нужно делать. Я чувствую, что я просто не ошибаюсь. Я великолепно принимаю решения. Меня не понимают в полной мере мои подчиненные, те, с кем я работаю, даже не подчиненные, товарищи по работе. Видите, оговорки из царства необходимости появляются. Это значит, мне надо уйти. Это значит, что я уже не гожусь на эту роль. Другое пространство жизни. Другой способ передвижения. Даже если нет нуль транспортировки, то это общественный транспорт, электробайк, если ты очень старенький и слабенький, велосипед, потому что это полезно, когда тебе тренируют мышцы. И не надо создавать каждому по две машины на семью, да еще так, чтобы она разгонялась до ста километров за несколько секунд, потому что если она разгонится чуть медленнее, то тебя пережидит какой-нибудь не слишком симпатичный участник дорожного движения, и ты будешь чувствовать себя лузером, потому что ты пропустил его вперед на светофоре. меняется логика одежды, она должна стать красивой, индивидуальной. Меняется все. И в результате объем необходимых материальных благ оказывается существенно меньше, чем сегодня потребляется представителям среднего класса стран ядра. Когда говорят, что человечество дошло до уровня нагрузки на планету, которую нельзя выдержать, потому что если распространить уровень потребления США, то планета не сможет обеспечить это. Это правда. Но просто проблема в том, что в США или в Западной Европе треть того, что люди получают, сразу выкидывается на помойку, ну почти сразу, да, и огромное количество предметов создаются просто впустую. Крайне неэффективная и нерациональная модель материального производства. Вот эта переформулировка проблемы позволяет очень быстро, на самом деле, за десятилетия, за несколько десятилетий с технологической точки зрения решить проблему создания материально-технической базы коммунизма. Другое дело, что эта проблема упирается в экономические, политические, идеологические глубочайшие противоречия, поэтому так быстро решена быть не может. Но если чисто технологически смотреть, то здесь особых трудностей нет. Следующий пункт. Вопрос, чем будут заниматься люди коммунистического будущего, на него я фактически ответил. Творческой деятельностью и пространство этой творческой деятельности я описал. А вот что будет с теми, кто не способен к творчеству, спросите вы? Что будет с индустриальным рабочим классом? Что будет с крестьянством? Что будет с уборщицами? Ну и любимый вопрос, который мне часто задает в интернете. Кто будет собирать в Краснодаре клубнику? Вот на последний вопрос я даже не знаю, что ответить. Вы знаете, мне как-то не хочется представлять себе робота, который собирает клубнику. Хотя мне нравится идея, что чьи-то заботливые руки по ягодке ее собирают в корзинку для того, чтобы мы могли потом ей лакомиться. Но это скорее шутка. Если говорить серьезно, то когда-то невозможно было себе представить, что будет машина, способная из каждого колоска достать зернышко. Представляете, какая-то сложность. Из каждого колоска достать зернышко. Между тем, эта система автоматизирована до такой степени, что сегодня в наиболее развитых странах 1% населения, сейчас уже даже меньше, чем 1% населения, обеспечивает производство сельскохозяйственной продукции в масштабах достаточных, чтобы прокормить всю страну. Это касается Западной Европы, это касается Соединенных Штатов Америки. Эти страны экспортируют сельскохозяйственное сырье, хотя в сельском хозяйстве занят 1% населения. Это очень странное явление, которое русскому человеку понять практически невозможно. Когда мы с Андреем Ивановичем Колгановым были в Австрии, выбирались на несколько дней свободных в деревню, но это так называется деревня, это коттеджный поселок с бассейном, довольно скромный, и на самом деле далеко не особняки. При этом это сельскохозяйственный район. Я не знаю, каким чудом, но у них все дороги чистые. И даже когда трактор выезжает на дорогу, он почему-то не оставляет там огромных глиняных пятен. Там никто нигде не работает, но все поля ухоженные, все коровки чистенькие, и все само собой растет, убирается, складывается, привозится, отвозится. Людей не видно. Ну, я чуть-чуть утрирую, и чуть-чуть шучу, но только чуть-чуть. Один процент населения обеспечивает сельскохозяйственную продукцию, которая продается в соседнем супермаркете, со специальной этикеткой, произведено в Австрии, цена ниже, чем на все остальные виды продукции, качество несоизмеримо выше. Кстати, цена ниже, чем в России, где сельхозпроизводитель получает копейки, живет в очень тяжелых условиях, и почему-то производит продукцию, которая стоит дороже, чем в Австрии. Но это парадоксы современного глобального капитала. Я чуть-чуть отвлекся, потому что вы понимали, как это может решаться. Собственно, чем дальше, тем больше индустриального рабочего, стоящего у станка, и человека, который, согнувшись три погибели, пашет в поле, не будет. Я не знаю, будет ли машина, убирающая клубнику, или клубника будет расти так, чтобы сразу оказаться в ящичке. Я не технолог клубничного производства, но уверен, что эта проблема может решиться. В самом крайнем случае, нам придется отказаться от поедания клубники, хотя это трагедия. Я клубнику люблю. Ладно, последняя шутка. Очень важный вопрос, который я не буду обсуждать, но который стоит. Это вопрос искусственного интеллекта. Я его не буду обсуждать, поскольку я не специалист в этой теме. Изображать из себя всезнайку мне совершенно не хочется. Но адресую вас к лекции Алана Фримана. Она прозвучала в рамках факультатива, который я веду на экономическом факультете, к сожалению, на английском языке, как и его основные работы. Это профессор, который долгое время преподавал в Великобритании, англичанин, сейчас преподает в Канаде. Его лекция о том, почему человеческий труд не машинизируем, почему компьютер не может выполнять многие виды деятельности и так далее, до чрезвычайности. Интересно, особенно с учетом того, что Алан Фриман большой специалист в компьютерных технологиях, собственно, по профессии, не столько экономист, сколько компьютерщик. Поэтому послушайте эту лекцию, там презентации, переведенные на русский, и все есть на YouTube-канале Альтернативы. Я позволю себе просто жесткий тезис. Есть те виды творческой деятельности, которые в ближайшей исторической перспективе компьютер выполнять не сможет. В большинстве случаев он до сих пор не способен отреагировать, когда вы звоните, и с вами беседует робот. Если вы скажете, ну, я не знаю, да нет, в ответ на его вопрос, в ответ будет зависание. А любой более-менее разумный человек, даже с минимальным неуниверситетским образованием, с вами найдет возможность побеседовать на эту тему. Это только шутка. На самом деле проблема очень серьезная, я еще раз говорю, я от нее ухожу. Важнее другое. Важнее то, что мир такой деятельности становится пространством очень глубоких и очень жестких, иногда даже жестоких противоречий. Посмотрите на отношения в творческом коллективе. Соперничество. Посмотрите на отношения в коллективе преподавателей. Соперничество. Посмотрите на отношения в театре. Кто будет играть главную роль, а кто будет выполнять роль кордебалета или произносить фразу «кушать подано». Кто будет читать лекции основного, самого интересного курса, а кому достанется проверять контрольные работы. Это сегодняшний язык преподавательской деятельности. Кто будет руководителем исследовательского проекта, кто будет выполнять роль помощника, который подбирает материалы, делает эксперименты, или обрабатывает полученные результаты. Противоречие солистов и кордебалета – одно из мучительных противоречий сотворчества, творческой деятельности. О других противоречиях мы будем говорить дальше, но любой, кто был в творческом коллективе, понимает, что два ученых, которые на конференции спорят и иногда превращаются, если не во врагов, то во всяком случае в соперников, это серьезно. То, что каждый из них считает, что только он прав, у него свои аргументы. И здесь идет мучительное соревнование, но по поводу чего? По поводу того, кто больше подарит. Кто больше подарит знаний. Если это конкурс музыкантов, уйдем от сегодняшней рыночной системы, когда премия на конкурсе обеспечивает большие гонорары. Забудем об этом. Музыканты выступают бесплатно. Что вы думаете, конкурса не будет? Будет. Вы думаете, соперничества не будет? Будет. Обиды, горе, трагедия из-за поражения, из-за того, что ты занял второе место. А может быть, не будет. Я думаю, что вот это творческое соперничество, спор, кто больше подарит людям, кто лучше всех сыграет Чайковского или какого-то композитора 22 века, кто талантливее всех, решит проблему в науке, которую не может решить никто, кто самый интересный преподаватель, кому на курс запишется студентов больше, а кому меньше. Вот это соревнования в пространстве творческой деятельности. Это ее противоречия и движущие мотивы. Давайте пойдем дальше. Экономика будущего. Сложнейшая проблема. Прежде всего потому, что не очень понятно, что такое экономика в условиях, когда производство автоматизировано. С точки зрения марксизма, экономика – это пространство производительных сил и производственных отношений. Производительные силы – это единство человека, работника и средств производства. Машин, оборудование, сырья и так далее. Человека нет. Производительные силы превращаются в автоматически действующую систему машин, а человек выходит по ту сторону собственного материального производства в пространство сотворчества. Творческий труд – это то, что является предметом экономики, или это уже что-то другое, что лежит по ту сторону экономической науки. Производственные отношения. Здесь марксизм, как ни странно, пересекается с неоклассикой, с либеральными теориями. Главная проблема – использование ограниченных ресурсов. Социальные отношения, которые возникают, общественные отношения, которые возникают по поводу производства, обмена, распределения, потребления, но в пространстве ограниченных ресурсов, когда всем всего никогда не хватит. Будущее коммунистическое общество – это создание продуктов культуры, которые можно потреблять неограниченно. Правило 2 плюс 2 равняется 4, как я уже сто раз говорил, может потребить, в кавычках, распредметить. Всякие, кто учится арифметике. С материальными продуктами проблема тоже, на первый взгляд, решается предельно просто, потому что потребности человека в утилитарных благах ограничены. Вы скажете, чем ограничены? Давайте еще раз повторим. Ограничены потребностью в труде. Если вам интересно, творчески, красиво работать и общаться, то количество пиджаков и квадратных метров жилья для вас вопрос второй, и главное, чтобы это было красиво. Тот же самый 3D-принтер из любого мусора делает необходимое количество платьев, пиджаков, стульев и табуреток, того, что вы хотите, и решает все проблемы. Общественный транспорт и велосипед доставят вас куда хотите достаточно быстро, без проблем. Где экономика? У Маркса есть немало фраз о том, что будущее это уже не экономика. Постэкономическое общество, такой подход, собственно, ваш покорный слуга, мои друзья, наши учителя с Андреем Ивановичем Колгановым и другими товарищами, это все было известно на протяжении, наверное, всего 20 века, но особенно подчеркивалось в 60-е и 70-е годы, в эпоху такого золотого века марксизма и в нашей стране и за рубежом. Сейчас эта идея также развивается довольно широким кругом ученых. В работах Даниэля Белла по постиндустриальному обществу что-то похожее можно было найти. Об этом пишет Владислав Иноземцев, у него книга, прям так и называется, вот видите, уже даже забыл, в конце 90-х годов вышла, прошлого века, по ту сторону экономического общества, по-моему, такой солидный кирпич, где собраны, обобщены, проанализированы работы ведущих западных социологов, экономистов, футурологов, ну и своя позиция Владислава Иноземцева, правда, такая либеральная позиция, он представитель то ли либерального марксизма, то ли социал-либерализма, ну, в общем, читайте, если интересно. Вот. Об этом сейчас пишет, развивая теорию наономики, профессор Бадрунов, много интересных работ на эту тему. Итак, о чем может идти речь в этой системе? О том, что, тем не менее, остается проблема распределения ограниченных материальных ресурсов для обеспечения творческой деятельности. Простейший пример для ученого физика необходимы сложнейшие сооружения, оборудование, огромные объемы энергии. То же самое касается значительной части научной деятельности. Искусство и образование требуют больших материальных ресурсов. И здесь опять встает та же самая дилемма, всем всего не хватит. Следовательно, проблема существует. Возникает вопрос о демократическом планировании, как о том, что необходимо и для социализма, эпохи, когда мы еще не перешли в пространство автоматизированного производства, и для коммунизма. То, что, будучи общество, это общество планомерно организованное, было обоснованно, показано, я подчеркиваю, не просто предсказано, обоснованно, показано, в работах тех же классиков, читайте Антидюринг-Энгельса, последние выводы, завершающие эту книгу формулировки, очерк теории, завершающий очерк теории формулировки, извините, давайте будем точны, говорят именно об этом. Об этом говорилось в работах марксистов нашей страны, начала 20 века, об этом писали ученые Цоголовской школы, знаете, был даже студенческий стишок такой, храня своей методе верность, открыл Цоголов планомерность. Школа, которой рукодел Николай Александрович Цоголов и ее очень сильные представители, наш Сколганов учитель Николай Владимирович Хесин, профессор, профессор Черковец, профессор Куликов, Дунаев, многие другие разрабатывали теорию планомерности как формы реализации общенародных интересов. Мы с Андреем Ивановичем написали работу, которая стала основой докторской, она называлась несколько странно, реализация общенародных интересов, но там в частности был обобщен некоторый круг представления о демократическом учете, контроле, регулировании и планировании как формах планомерности, ее содержании, противоречиях. В последнее время мы, к сожалению, этой темой не занимались, о том, что это представляет из себя применительно к сегодняшнему дню, можно прочесть в наших работах по планированию, если кому-то интересно, мы пришлем ссылочки, можете просто зайти на сайт истинной МГУ, набрать фамилию Бузгалина или Колганова, и вы увидите перечень этих статей. Есть книга коллективная, где большой стастраничный фрагмент написан нами. Демократическое планирование, осуществляемое в том числе на основе горизонтальных связей, самоуправляющихся коллективов и сетей. Пока оставим все на уровне вот такого иероглифа. Я думаю, что в следующей лекции по социализму кое-что здесь прояснит более конкретно. Далее проблема собственности. Для материального производства она решается предельно просто. Чьи заводы ничьи. Эта формулировка отвечает старой доброй посылке, когда общенародное присвоение в условиях отсутствия отношений между людьми, о собственности это отношение между людьми по поводу присвоения, распоряжения и так далее, приводит к снятию вообще проблемы собственности. Это довольно старый тезис марксизма. Сегодня он снова воспроизводится и в том числе не марксистами, поскольку идет диффузия собственности. И здесь я хотел бы специально подчеркнуть, что эта идея реализуется в наиболее простом виде как раз через систему, когда единственная проблема это обеспечить правильные целеполагания для автоматической системы машин. Дальше проблемы присвоения не возникает. Что касается пространства лежащего по ту сторону материального производства творческой деятельности, то здесь проблема собственности опять снимается, поскольку возникает феномен собственности каждого на все. Это понятие собственности каждого на все как снятие вообще говоря отношений не только частной собственности, но и вообще отношений присвоения в их классическом виде. Эта формулировка была предложена опять-таки советскими марксистами, в частности профессором Межуевым, по-моему, Налья Степановича Злобина была похожая формулировка. У многих ученых того периода так или иначе формулировался этот тезис. Феномены культуры принадлежат каждому и все. Все принадлежит каждому. Все, что есть в Ленинской библиотеке, все, что есть в бесплатном интернете, все, что вся культура в потенции является собственностью каждого, если нет ограничений в виде государственной или частной интеллектуальной собственности. Проблема снимается? Да, как ни странно, проблема снимается. Еще один шаг распределения. Опять-таки, проблема распределения материальных благ снимается по мере того, как главной потребностью становится труд. Здесь я еще и еще раз подчеркиваю, распределение по потребностям возможно только при одном условии, точнее так, в той мере, в той мере, в какой главной потребностью человека становится труд, интересный творческий труд, труд как самомотивация, в этой мере возможно распределение по потребностям. Потому что главное, что надо распределять, это возможность заниматься творчеством. Здесь могут возникать проблемы. Кто-то хочет быть главным экспериментатором на каком-нибудь супер пост коллайдере, кто-то хочет быть экспериментатором, который ставит другие опыты, а пост коллайдер пока один. Больше не удалось человечеству создать. Кто-то хочет лететь на Венеру, кто-то на Марса, может быть, на Альфа-Центавру. Да, здесь могут быть противоречия. Как их разрешать при помощи демократического планирования? Что такое демократическое планирование? Есть ростки, есть элементы, о которых мы будем говорить применительно к сегодняшнему дню. Как оно будет устроено при коммунизме? Не знаю. Видимо, человечество должно будет еще выработать эти решения, исходя из тех объективных требований, о которых мы сегодня говорим. Но, тем не менее, главный вопрос распределения – это распределение труда по потребностям, а распределение утилитарных брак в этих условиях решается достаточно легко, поскольку ситуации, как эти хапуги, стремящегося потреблять как можно больше, нет. Если интересно, читайте на эту тему пару ранних работ братьев Стругацких. В марксистской литературе вот эта проблема общества будущего, как правило, как вам сказать, не то чтобы обходится, но считается, что она решается автоматически. Некоторые трудности на этом пути очень интересно поставлены в книгах Стругацких. В частности, понедельник начинается в субботу, там есть такой универсальный потребитель страшная особь, даже не особь, а нечто. И книга, которую я вам очень рекомендую – «Хищные вещи век». Аркадий и Борис Стругацких «Хищные вещи век». Очень небольшой, с отличным юмором написанный фантастический детектив с приключениями, наркоманами, секретными агентами и даже чуть-чуть любовь. Но при этом фундаментальная проблема – как снять проблему потребительства и как создать смысл жизни для людей, которые погрязли вот в этом обществе потребления. Интереснейшая тема и очень серьезная работа, поэтому я вам советую изучить этот фантастический детектив. Ну а если говорить серьезно, то, еще раз говорю, с принципиальной точки зрения будущего проблемы снимаются автоматически. Как прийти в это будущее – об этом через две недели в лекции по социализму. Пока могу лишь намекнуть, что в той мере, в какой мы развиваем вот эту новую по содержанию деятельности, в той мере, в какой мы создаем общественные отношения, которые не стимулируют, а тормозят непринудительно, подчеркиваю, непринудительно тормозят утилитарное потребление, в этой мере мы можем двигаться в направлении коммунизма. Когда мы говорим, что наиболее ценный человек нашего мира, достойный уважения, герой фильмов, человек, которого любит и уважает то или иное общественное руководство страны, о котором пишут стихи. Это учитель, это врач, это инженер, это талантливый рабочий. Нечто похожее было, кстати, в кинематографе 60-х годов в Советском Союзе. В этой мере формируется и другая система мотивации. Поверьте, в научном коллективе вот тех же 60-х годов сказать, что главная цель твоей жизни это деньги, было стыдно. Реально деньги, да, были важны, многие к ним стремились, может быть даже большинство, но нравственный идеал, общественный идеал был другой. Поэтому возможно движение в этом направлении. Возможно движение в этом направлении через развитие общественных фондов потребления. Тоже бесплатное здравоохранение, образование, бесплатное жилище, бесплатный транспорт. Кстати, уже сегодня в ряде стран мира, в той же Прибалтике, не помню, в Эстонии, общественный транспорт бесплатный. Вот какие-то первые такие шаги в этом направлении. Ну и наконец, один из интереснейших вопросов, это судьба рынка при коммунизме. Я позволю себе маленький анекдот, лекция интенсивная. Бухгалтера принимают в партию, Советский Союз, бухгалтера принимают в коммунистическую партию. Спрашивают, скажите, пожалуйста, Иван Иванович, как вы думаете, деньги при коммунизме будут? Он отвечает, нет, я знаю, что в программе написано, что денег не будет. Вы знаете, у меня есть все-таки мысль, какая Иван Иванович? Вы знаете, я думаю, что надо бы оставить хотя бы один остров, на котором будет рынок и будут деньги. Зачем Иван Иванович? Ну, чтобы знать, что сколько стоит, отвечает бухгалтер Иван Иванович. Есть проблема измерения общественных издержек в условиях, когда нет рынка. Эта проблема стала одной из наиболее мучительных и интересных для тех, кто занимался исследованием проблем планирования, планирования цен в том числе и ценообразования в Советском Союзе. Предлагались разные варианты. Была создана интереснейшая модель объективно обусловленных оценок в рамках теории СОФЭ, системы оптимального функционирования экономики. ЦМИ разрабатывала эту модель на базе оптимизационных моделей межотраслевого баланса. Был разработан, я еще раз говорю, целый ряд интереснейших вариантов научно обоснованных оценок и сдержек на основе нормирования труда в часах рабочего времени. Я подчеркиваю, не рынок, в котором стоимость определяется часами рабочего времени. Стоимость на рынке сосчитать нельзя. На рынке есть только цены. А система отношений, когда существует научно обоснованное определение нормативных затрат труда, в которых исчисляются издержки. Примеры этого сегодня уже существуют. Существует норма часы в отношениях внутри заводского планирования, в материальном производстве, в часах рабочего времени учитывается труд преподавателей, ну и в многих других сферах существует такая же оценка. Поэтому здесь есть возможности, есть решения, но это только первые шаги в решении данной проблемы. Готово? Ответы? Нет. Идем дальше. То, что приходит на смену политике. Политике, как в сфере отчужденных отношений, в которых присутствует право, власть, насилие. Первый тезис, который приходит здесь на ум любому марксисту, а в значительной степени не только марксисту, анархизм в данном случае солидарен с марксизмом, это уход в прошлое государства. Анархизм предлагает это сделать практически сразу. Марксизм предлагает постепенно идти по пути отмирания государства и замещения его в общественном самоуправлении. О том, что такое отмирающее государство при социализме опять через две недели, хотя это кажется самым интересным, но на мой взгляд, фундаментально важен вопрос о том, в каком направлении мы идем в данном случае. Это направление подсказывают практики, которые говорят, что чем дальше, тем больше возможно практическое участие граждан в управлении общественными делами и в производстве, и в решении вопросов социальной жизни, культуры и так далее и тому подобное. Какие практики? Ну, прежде всего, человек становится все более культурным. И человек коммунизма – это гармонично всесторонне развивающаяся личность. Подчеркиваю, развивающаяся, а не развитая. Это не всезнайка с перепухшей от знаний и информации головой. Это человек, который творчески развивается всю жизнь. Вот этот творчески развивающийся человек – это отнюдь не кухарка, которую действительно нельзя допускать к управлению государством. Кстати, попутно еще раз напомню, есть знаменитый тезис Владимира Ильича Ульянова Ленина. Он говорит, мы согласны с буржуазными деятелями в том, что кухарка не может управлять государством. Подчеркиваю, не может управлять государством. Но мы не согласны с ними в том, что нельзя рабочих и крестьян постепенно, начиная с простейших функций учета и контроля, привлекать к участию управления своим предприятием, рабочий контроль, управлением городом, управлением деревней, управлением страной. И советы виделись в качестве первых шагов в этом направлении. В направлении управления… Извините, какой-то такой странный стишок получился. Советы виделись в качестве такой общественной формы. В качестве такой общественной формы виделись механизмы прямой демократии, которые сегодня очень активно используются в самых разных пространствах. От Латинской Америки до Скандинавии. Даже, по-моему, не Скандинавия, а прежде всего Исландия, где эти методы развиты очень широко, хотя и в локальном масштабе небольшой страны. Есть интереснейшие опыты развития прямой демократии в бедных странах мира, в богатых странах мира. Но важно, что человек культурный, человек, включенный в творческую деятельность, человек, который постоянно учится, становится тем, кто может компетентно принимать решения. Далее вопросы техники, технологии, общественной модели, но принципиальных ограничений с точки зрения способности субъекта участвовать в управлении нет. И включение в это управление идет по пути от простейших форм участия в учете и контроле, тот самый Раб Крин, о котором писал Ленин в свое время, формы участия в контроле, которые есть сегодня во многих странах Европы, которые есть в рамках демократически, социально ориентированных общественных систем стран Латинской Америки и так далее. Поэтому здесь возникает пока набор некоторых практических опытов, практик, которые указывают возможные направления. Раз, возникает некоторый набор принципов, которые доказываются жизнью как реальные работающие, и возникает пространство для будущей деятельности, поскольку заранее придумать это нельзя. Принципы, о которых я упомянул, это принципы добровольной работающей ассоциации, свободной добровольной работающей ассоциации. Основой ассоциации, в которой объединяются люди, становится труд. Неформальное членство, не клятва на крови, присяга и угроза, что тебя репрессируют, если ты нарушишь устав. Неформальные уплаты членских взносов. Купил себе место в этой организации, ты член организации. Много заплатил, стал руководителем этой организации. Нет. И даже неформальное признание с ее программой, а реальная практическая работа. Хочешь стать членом профсоюза, участвуй в деятельности профсоюза. Сейчас не совсем так. Сейчас надо или можно заплатить взнос и как бы стать членом профсоюза. Можно все перепоручить профсоюзной бюрократии. В результате профсоюз вырождается в предаток администрации. А вот там, где в профсоюзе реально участвуют его рядовые члены, как организаторы деятельности этого профсоюза, получается интересный результат. Ну, сошлюсь хотя бы на пару российских примеров, а то все откуда-то издалека. Профсоюз учитель, профсоюз университетской солидарности, это в нашей с вами сфере. Есть профсоюзы автомобилестроителей, докеров. Это из конфедерации труда России, независимые, реально независимые профсоюзы, где есть социальные активисты, такие же обычные преподаватели или рабочие, как и мы с вами. Работающая ассоциация. Включаетесь в работу, работаете вместе со всеми членами ассоциации. Лучше других работаете, эффективнее, качественнее, талантливее, становитесь лидером. Перестаете работать, выпадаете из числа членов этой ассоциации. Кстати, исходный пункт формирования Российской социал-демократической рабочей партии во времена Владимировича Ульянова-Ленина, это исходный пункт как раз практическое участие в деятельности одной из партийных организаций в качестве непременного условия членства. Это формулировка большевиков. Формулировка меньшевиков, достаточно разделять идею и уплачивать членские взносы, несколько упрощая полемику. Свободная ассоциация. Эта ассоциация формируется из тех, кто сам добровольно принял решение и она добровольно по членству, хотите входите, хотите выходите из этой ассоциации, и она свободна, она меняет формы, направление деятельности, принципы организации в зависимости от того, как складываются реальные отношения и деятельности. Суть бюрократии, когда форма господствует над содержанием. Создали структуру, даже если нет, ну под какую-то задачу. Потом структура задачу решила, задачи нет, но структура есть, и структура придумывает себе новую задачу. Главное сохранить структуру. Свободная ассоциация, нечто противоположное. Есть проблема, собираются люди, которым интересно вместе работать над ее решением. Они ищут форму, которая необходима и возможна для того, чтобы вместе решать эту проблему в совместной добровольной деятельности. Проблема решена, ассоциация распалась. Дальше люди включаются в другую ассоциацию по поводу другой деятельности для того, чтобы решить при помощи этой деятельности другую проблему, в другой конфигурации, с другими членами, с другими лидерами. Вот это модель коммунистической самоуправляющейся ассоциации. Социальные движения, некоторые неправительственные организации, левые политические структуры, сети, пожалуй, даже скорее, это то, что движется в этом направлении, хотя в современных условиях они все политизированы, бюрократизированы, коррумпированы в той или иной степени. Но мы говорим о будущем. Один из важнейших аспектов этого будущего – это преодоление фетишизма институтов. Сегодняшняя система устроена очень жестко, в ней правила господствуют над людьми. И в мире отчуждения по-другому можно, но очень трудно. Классический пример – это правила уличного движения. И законопослушный гражданин, я не раз с этим сталкивался в Европе, стоит перед красным светофором на маленькой пустой улочке, где явно нет никакой машины. Есть другие варианты. В некоторых малых городах той же самой Европы полностью отменены правила дорожного движения и светофора. Люди полагаются на доброжелательность, вежливость и взаимное уважение водителей и пешеходов. Говорят, что в этих малых городах количество дорожных происшествий гораздо меньше, чем там, где есть светофор. Но это притча, которую очень любят рассказывать либертарианцы, считая, что это доказывает правомерность крайне правого либерального миропорядка, где рынок регулирует все проблемы. На мой взгляд, это скорее доказательство правомерности коммунистического самоуправления. В любом случае проблема коммунизма – это переход к господству нравственных регуляторов и отмирание правовых регуляторов. Интереснейшая тема, я не правовед, но вопрос, как решать этот вопрос, это очень важный вопрос. Вот так три раза сказав слово «вопрос», мы перейдем к следующей теме, к проблеме человека будущего. Безусловно, очерк возможного будущего коммунистического общества без решения этой проблемы человека будущего невозможно. И здесь очень важно подчеркнуть, человек будущего – это не просто сытый мещанин. Точнее, это абсолютно не сытый мещанин. Это анти-мещанин. И сытость сменяется возможностью удовлетворения утилитарных потребностей и постоянным голодом в творческом саморазвитии. постоянная неуспокоенность, видение везде проблемы, стремление ее решать совместно другими, не отчуждая себя от окружающих. Вот, наверное, главная черта этого человека будущего. Человек – социальный творец. Пожалуй, с этого я бы начал. Человек, кто постоянно изменяет общественные отношения, технологии, пространство культуры, творит новое, развивает, прогрессирует. Это главная черта коммунистического общества. Нонконформист, причем активный, деятельный и сознательный. Знающий как и делающий это. Собственно, в данном случае мы по-другому формулируем понятие свободный человек. Свободный не просто от тоталитарного принуждения, не просто от конъюнктуры рынка, но уж тем более не от рабства. Не просто свободный от рабства, не просто свободный от бюрократии государственного принуждения, не просто свободный от конъюнктуры рынка, а человек свободный в коммунистическом содержание свободы. Человек, освобождающий себя и других в процессе чего? В процессе познания этого мира, в процессе познания законов его развития и в процессе постоянного совершенствования изменения творения этого мира в соответствии с познанными законами. Человек познает закон всемирного тяготения, но одновременно с этим, исследуя мир, узнает законы аэродинамики. Законы, позволяющие сконструировать сначала обычный поршневой, а затем реактивный двигатель, понять, как устроено крыло и в чем состоит его подъемная сила, сконструировать самолет и лететь. Хотя, по идее, если смотреть предельно примитивно на закон всемирного тяготения, знаменитое яблоко, которое падает на голову, то в этом случае самолет должен упасть, но он летит. Человек познал объективные законы и научился их использовать для того, чтобы изменять этот мир и дать возможность человеку, который не создан природой, как тварь, способная летать, превратить в ангела, демона, который летит, человека, который летит. Кстати, в этой связи есть знаменитая поговорка. Человек научился летать, как птица, человек научился плавать, как рыба, ему бы еще научиться жить, как человеку. Вот коммунизм, это когда мы живем как люди и постоянно учимся летать и плавать, познавая эти законы и изменяя мир в соответствии с ними. Это касается не только технического творчества, это касается искусства, это касается общественной жизни, касается решения проблем взаимодействия между людьми, прежде всего, общественных отношений. Вот человек творческий, социальный творец, не пассивный конформист, человек, включенный в процесс разочуждения. Я в данном случае цитирую категорию, которую очень подробно раскрывает в своих работах Людмила Булавка, профессор Булавка. Вот это, пожалуй, главная характеристика коммуниста. Кстати, если хотите понять, что это такое, посмотрите фильм «Коммунисты». Рубанский блестяще играет человека, очень необычного, очень простого, живущего в архитяжелых обстоятельствах, в мире отчуждения. Человек, который творит этот мир по законам будущего коммуниста. Вот, пожалуй, каждый, кто тратит свои силы, свободное время для того, чтобы изменить этот мир, снимает отношения отчуждений. Каждый, кто когда-то добровольцем пошел на войну. Каждый, кто пожертвовал час своего свободного времени или жизни для того, чтобы людям стало жить лучше. Каждый, кто всерьез исследует, что такое жить лучше. Каждый, кто пишет и дарит человечеству музыку или стихи или картину, позволяющую стать счастливее, красивее этому миру. Это несколько неопределенно, но это точно. Это люди, которые творят истину, добро, красоту, разочуждают этот мир. Это коммунисты. Это люди будущего, которые есть сегодня, из которых, в принципе, будет состоять будущий мир. Мы еще вернемся к этому в постскриптуме. Гармоничное развитие личности – это очень важный компонент, и это вызов современной системе образования. Она формирует сегодня, прежде всего, профессионала, который способен выполнять функции, вообще говоря, предназначенные для компьютера, алгоритмизированные функции. Посмотрите, чему в большинстве случаев учат даже в университетах. Решению стандартных задачек, правильному multiple choice, выбору одного из правильных ответов, которые заранее заданы в тесте. Решению некоторых стандартных созданий и реализации некоторых стандартных моделей. Очень небольшое пространство для свободной междисциплинарной творческой деятельности, для формирования навыков видеть проблемы, искать проблемы. Задаваться нестандартными вопросами, искать неопределенные заранее решения, а не просто подставлять правильное путем выбора. Фактически, из человека сегодня делают аналог счетной машины, такого арифмометра, задвинутого в 21 век. Арифмометр – это такой был очень примитивный агрегат, чуть поумнее, чем счеты, но при этом позволяющий чуть быстрее считать циферки в бухгалтерии. Извините, старомодные примеры иногда из меня вылезают. Уже более много лет живу. Итак, творческое гармоничное развитие человека. Вы скажете, такое невозможно? Возможно. Посмотрите, выпускник средней школы, если он окончил на 4-5 по практически всем предметам среднего образования, способен поступить, если не в идеальный элитарный вуз, то в обычный средний вуз практически на любой факультет. А это, вообще говоря, очень средненькое среднее образование, которое мы получаем сегодня. По сути дела, за несколько лет, за 4-5-6 лет, человек, обладающий хорошим потенциалом базовой подготовки, способен освоить любой предмет на уровне талантливого, креативного работника. И это в сегодняшних условиях, в мире отчуждения, где главные ценности, главные мотивы, главное время человек расходует на удовлетворение утилитарных потребностей, и точнее даже на отчужденную деятельность, которая в конечном итоге приводит к удовлетворению в некоторых масштабах утилитарных потребностей. А если мир будет устроен по-другому? Ну, это особая тема. Проблема свободного времени. Одна из фундаментальных проблем коммунизма. Дело в том, что для творческого человека нет границы между свободным и рабочим временем. Мы об этом с вами говорили. Человек всегда работает и всегда отдыхает. Он может заниматься спортом, но когда он бежит по лугу, плывет в море, ну или, в крайнем случае, в бассейне, когда он слушает музыку, когда он бродит по музею, или просто дремет в кресле, глядя, как плывут облака по небу, он может работать. И наоборот, когда он работает, для него это может быть отдых. По этому поводу есть маленькая притча-анекдот. Живут два соседа, у каждого маленький коттеджик, маленький садик. Один писатель, другой, бухгалтер. Пусть будет, да? Бухгалтер идет мимо соседа-писателя. Сосед-писатель валяется в гамаке, смотрит на небо. Бухгалтер спрашивает, ну что, сосед, отдыхаешь? Он говорит, нет, я работаю. Тот удивленно идет мимо. Возвращается назад, писатель копает землю, под градом спина мокрая. Бухгалтер говорит, ну что, вкалываешь? Нет, говорит, отдыхаю. Это правда. Проблема свободного времени интереснейшая тема. И, кстати, в этой связи не могу не отметить, что эта тема позволяет найти меру продвижения к коммунизму, причем меру количественную. Вот если кто-то из вас поможет мне найти работы Побеска Георгиевича Кузнецова на тему о соотношении свободного и рабочего времени, я вам буду крайне признателен. На секунду отвлекусь. Побеск Георгиевича Кузнецова, технарь, но при этом блестящий марксист, диалектик, конструктор систем жизнеобеспечения для первых космических кораблей в Советском Союзе. Он строил эту систему жизнеобеспечения, исходя из диалектического метода восхождения от абстрактного к конкретному. Я бы никогда не поверил и считал, что это, как сейчас говорят, прикол, шутка, если бы не мой собственный с ним диалог и очень серьезный диалог на эти темы, мне подчислилось с ним встречаться несколько раз. Вот этот ученый, и технарь, и общество, и вед, предложил очень интересную и, на первый взгляд, предельно простую модель исчисления меры продвижения коммунизма. Мы берем миллион жителей, ну пусть город миллионник, и смотрим, сколько в году часов весь этот город, каждый его житель, тратит на рутинную деятельность, это рабочее время, и сколько времени это сообщество людей в целом тратит на развитие личностных качеств в творческом труде, в консерватории, в парке, в спортивном комплексе, в процессе воспитания. Ну и далее, убрав из баланса годового времени часы на утилитарные нужды, поесть, попить, поспать и так далее, мы получаем годовой фонд времени миллиона жителей, и чем больше в этом годовом фонде времени люди, вот этот миллион, тратят на творческую деятельность, на свободное развитие, на воспроизводство своих личностных качеств, и чем меньше они тратят на утилитарный, на репродуктивный труд, нацеленный на удовлетворение утилитарных потребностей, ну или уж тем более на бессмысленный труд типа финансовых спекуляций, посредничества и так далее, тем ближе мы к коммунизму. Соотношение свободного и рабочего времени миллиона жителей на протяжении года. Очень короткий текст об этом опубликован в ротопринтном сборнике, который был сделан накануне распада СССР, по ту сторону отчуждения, вот под моей редакцией вышел этот сборник тогда, ничтожным тиражом у меня лежит единственный экземпляр, глубоко запрятанный, чтобы он, не дай бог, не пропал. На машинке еще был отпечатан, на ротопринте размножено сотни экземпляров. Если кто-то найдет другие работы Побеска Георгиевича Кузнецова, у него там не пара десятков страниц, как в этом сборнике, а серьезные тексты большие написаны, я вам буду признателен. Говорят, что есть его последователи, материалы, я их не смог найти. Культура в пространстве распредмечивания, а не потребления. Понимаете, произведение искусства, давайте будем говорить о культуре в узком смысле слова, произведение искусства можно потреблять. Я не говорю о том, чтобы полотно, сорванное с музейной стены, завернуть котлету, это уж совсем варварство, или использовать книгу в качестве подставки под сковородку. Я говорю о том, как мы потребляем продукцию шоу-бизнеса. Есть такой сленг, еще моей студенческой поры, я не знаю, как сейчас используется этот термин, или не используется, балдеть. В английском есть другое выражение, for fun. В этом случае искусство потребляют. И есть искусство, которое рождает катарсис. Категории из античной философии, пояснять не буду. Интересно, почитайте, узнайте. Ну, некое возвышение, некое ощущение развития, ощущение твоего выхода за пределы личности, какой она была раньше. Ты становишься немножко умнее, немножко талантливее, немножко глубже чувствуешь этот мир. У тебя появляется новое переживание, горе, радость и счастье. Ты о чем-то задумываешься, о чем-то не задумывался раньше. Ты любишь того, кого раньше не замечал. Ты разочаровываешься в том, кто раньше казался тебе достойным уважения, дружбы, любви. Искусство рождает это. И в этом смысле искусство рождает деятельность. И деятельность по распредмечиванию. Вы из звуков предмета сотворяете сопереживание, когда слушаете музыку. Вы из красок рождаете красоту, когда смотрите на картину и свое собственное ощущение красоты и понимание, обогащение вашего эстетического чувства. Вы из... Я, пожалуй, не буду дальше приводить примеры. Думаю, вы догадались или почувствовали, а может быть и поняли, о чем идет речь. Подробнее читайте Генриха Степановича Батичева «Проблема человека в современной философии», коллективная книга 1969 года. Генрих Степанович Батичев написал там очень замысловатый и очень талантливый фрагмент. Есть еще более сложная книга того же автора о диалектике творчества. Вышла в конце, по-моему, 90-х годов или в конце 80-х годов прошлого века. Вот такая культура становится пространством для каждого человека коммунистического общества. То есть коммунистический человек это человек, который живет в культуре. Вообще жизнь коммуниста, члена коммунистического общества, она очень тяжела. Ну не тяжела в смысле плохо, в смысле отчужденно, в смысле тягостно, а в смысле трудна. Наверное, правильнее сказать русское трудна. Использует русское слово трудна. Напряженно, интенсивно. Это не значит, что там нет места игре, отдыху и всему остальному. Но главное – это интересное, сложное, трудное, постоянно обновляющееся, противоречивое, заостренное на поиске, на тонких человеческих отношениях, на сопереживаниях, на ответственности за другого, за сотворчество, за товарища, за любимого, за друга. Трудная жизнь, напряженная жизнь, ответственная жизнь, личностно ориентированная, окрашенная. Вот мы вплотную подходим к проблеме, откуда такие люди возьмутся. Но пока еще один аспект – это стимулы деятельности в мире социального равенства. Что будет заставлять человека что-то делать, если потреблять можно все, что хотите, утилитарно потреблять, без каких-либо затрат труда и завидовать некому? Видимо, то, что приходит на смену утилитарному неравенству, неравенству в потреблении, в богатстве, в вечном богатстве, денежном богатстве, это труд как стимул. Я повторяюсь, но ничего другого я сказать не могу. Свободное время как стимул, самореализация, уважение, престиж. Ну, некий аналог этого славы, хотя это скорее отчужденная форма самореализация престижа. Досколько славы очень часто формируются отчужденными институтами, средствами массовой информации, премиями, государственными чиновниками, которые тех кладят по головке, ну и тому подобное. Вот. Значит, вот так формируется это соперничество. Вообще, то, за что соревнуются, очень зависит от типа общества и типа человека. Первобытно-общинном строе, в родоплеменном строе, более поздний шаг в человеческом развитии, если верить антропологам, самым достойным человеком был тот, кто больше всего дарил племени. Вот воин, который принес самого вкусного оленя, достоин самого большого уважения. Не себе захапал, а племени подарил. Принцип дарения. Кто подарил больше, тот самый уважаемый член племени. Ну, до момента разложения и формирования класса общества. В обществе феодальном то, за что боролась элита, наверное, в кавычках все-таки элита, было место в иерархии, феодальной иерархии. Продвижение по лестнице сословного неравенства. И деньги сами по себе там мало что решали. Барон хотел стать, кем он там хотел стать? Графом, наверное, да? Или герцогом, или королем. Обычный шевалье мечтал стать бароном. Деньги на этапе до разложения феодализма, условий классического феодализма в Западной Европе, играли очень второстепенную роль. И значительная часть дворянства их даже считать не умела. Они просто не умели читать, писать и считать. Значительные части своей. Ценились силы, умение победить на дуэли и знатность. Место при королевском дворе. Совершенно другие критерии. И соревновались, в кавычках соревновались, за то, чтобы продвинуться по этой иерархии. Соревновались не на бирже, а на рыцарских турнирах. Или просто на войне. Кто кого убил, тот и выиграл в соревновании. Сегодня убивают косвенно, при помощи денег. Но иногда и прямо естественно. Коммунизм – это новый шаг в соревновании к другим критериям. В чем-то это отрицание. Отрицание и возвращение к тому, что было в исходном пункте человеческого сообщества, но не на базе порабощения человека общины и традиций, а на основе свободного развития личности. Соревнование, кто больше подарит в пространстве культуры. Мы об этом говорили. Ну и теперь по скриптуму. Откуда взять ангелов? Откуда взять людей, о которых мы говорим? Чтобы идти к коммунизму? Я на этот вопрос уже отвечал. Поэтому позволю себе лишь короткие ремарки. Тем более, что время лекции подходит к концу. Это очень трудный вопрос. Трудный, прежде всего, потому что мы живем в мире, где быть коммунистом практически невозможно. Ну или очень трудно. Для того, чтобы быть коммунистом, и хотя бы немножко быть коммунистом, почувствовать себя хоть в чем-то коммунистом, надо плыть против течения. надо действовать так, чтобы тебя общество отвергало, считало неправильным, а то и просто дураком, может быть, лузером, я не уверен, что я правильно употребляю этот современный сленговый термин. Потому что по критериям существующего общества ты будешь делать то, что не нужно, проигрывать, не получать результатов, которые общество считает достижением и достигать того, что общество считает бессмысленностью и глупостью. В современном обществе для того, чтобы выигрывать в соревнованиях, в конкуренции, надо, ну, прежде всего, увеличивать денежное и вечное богатство. Если у вас есть ваша машина, и эта машина Роллс-Ройс, и за рулем сидит шофер, которого вы наняли, вы успешный человек. Если вы едете на велосипеде, или используете метро, вы непрестижный человек, вы проиграли. Тот, кто в Роллс-Ройсе, очевидно, выиграл у того, кто на велосипеде или в метро. Тот, у кого особняк на Рублевке, явно выиграл у того, у кого двухкомнатная квартира. Тот, у кого на счету сотни миллионов долларов, выиграл у того, кто в долгах, как в шелках, и так далее. При этом, если человек, который пользуется метро, замечательный поэт, хотя, возможно, и не признанный, потому что, если он ездит в метро и живет в маленькой квартирке, скорее всего, ему никаких официальных премий никто не вручал, хотя денег больших за стихи не платят. Он пишет талантливые стихи. Он может быть замечательным музыкантом, который не победил на конкурсе, и выступает в качестве доцента в малом зале консерватории на бесплатном концерте. Его слушает некая толика студентов, друзей, знакомых, случайно забредший туда профессор или еще какие-то замечательные люди и полсотни, а может быть, две сотни бабушек и дедушек, пенсионеров и интересных, но тоже бедных мальчиков и девочек того или иного возраста. Это великий музыкант. Не раз и не два доводилось слушать таких великих музыкантов, хотя и не имеющих никакой славы, и, скорее всего, не имеющих денег. Ну, за исключение того, чтобы нормально жить. Эти люди проигрывают. Проигрывает тот, кто создает независимый профсоюз. Его избивают, его могут отдать под суд, уволить в лучшем случае, вплоть до серьезных негативных последствий. Проигрывает тот, кто не делает карьеру и не идет в правящую партию, даже если считает, что эта партия ведет совершенно неадекватную деятельность. Проигрывает тот, кто предлагает теоретические модели, которые не принимает большинство. Вот быть марксистом сегодня это странно. На тебя смотрят, как на человека, который выбрал для своей научной деятельности и преподавание пространство, которое, очевидно, устарело, никому не нужно, бессмысленно, бесперспективно, никогда не даст тебе никакой возможности для роста. 20 лет назад мне как-то объяснили, что я никогда не буду руководить ни одной серьезной образовательной структурой или хотя бы кафедрой, просто потому, что я марксист. Поэтому быть коммунистом сегодня это плыть против течения. Это очень трудно. Отсюда возникает ощущение, что это невозможно. Что это очень странные люди и такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но когда меняются общественные отношения, таких людей становится больше. Приходит период реформ и после Второй мировой войны, после нашей победы в Великой Отечественной войне, начинаются глубокие изменения в общественной жизни. В нашей стране оттепель. Можно говорить, можно снимать талантливые фильмы, можно идти и создавать наукограды. Появились не все, но многие возможности. И люди стали двигаться к коммунизму. Не только потому, что партия написала это на лозунгах, говорит, вперед к победе коммунизма. Да, шутили тогда грустно. Надпись на артиллерийском училище, на стене артиллерийского училища, наша цель – коммунизм. Но вот кроме этих грустных шуток, были серьезные подвижки в этом направлении. Были очень глубокие реформы. В Западной Европе создавалась система бесплатного образования, в том числе высшего, бесплатного здравоохранения частично. Развивалась система прогрессивного налогообложения, более крупного капитала. Социальные программы, вплоть до дешевого жилья для молодежи или бесплатного в Западной Германии. Рождались новые страны, революция на Кубе с энтузиазмом, людей, которые отдавали жизнь, родину или смерть. Эта песня звучала не только на Кубе. Это движение было по всей Латинской Америке. Боролись против колониализма в Африке. Опять гибли сотни, тысячи, миллионы людей. Но именем Улумбы называли университет в Москве, где учились студенты со всего мира, для того, чтобы идти вперед. Это не было идеальное время, но в это время коммунистический импульс и формирование коммунистического человека шло довольно быстро, ускоренно. И это время показало, что так может быть. Может рождаться такой человек, если строятся такие отношения. Вот в этой диалектике людей, которые из объективных противоречий сегодняшнего бытия, из отчуждения, из эксплуатации, из невозможности так дальше жить, возвышаются до социального творчества. Встречаются с теми, у кого есть в руках, в голове, в практиках знания о том, как идти дальше. Встречаются, начинают вместе, совместно, сознательно творить историю свободной ассоциации. Вот в этой самой ассоциации, где объединяет труд. Труд по творению новых отношений. По созданию новых общественных отношений. Реформу, революции. В возвышенном смысле революции. В точном смысле революции. Вот в этот момент начинает формироваться новый человек. И так, итерациями, зигзагами, через победы и поражения на протяжении, наверное, столетий человечество будет идти и идет к коммунизму. Сегодня мы находимся в периоде отката исторического времени, реверсивного движения истории. Но поверьте, так будет не всегда. И уже есть немало интересных новых ростков по всему миру. Начиная от марксистских кружков и заканчивая победой в маленькой Боливии. Людей, которые, казалось бы, совсем отстали от развития индейцев, трудящихся, левых. Движение к социализму. Поэтому будем оптимисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова